Большой привет всем! Сегодня будет видео по заявкам. Вы нам писали, я вам отвечаю. Ароматы с древесной нотой. Почему сложно это описать? Да потому что практически в каждом аромате есть древесная база. Я долго думала, как построить это видео и решила начать от свежих до сладких. Будет много ароматов. Я насчитала 14, но била себя по рукам, чтобы не добавить еще чего-нибудь в эту корзину. Начинаю свой рассказ быстро, с точки зрения древесности этих ароматов. В какой-то другой раз, возможно, будет об этих же самых ароматах, но уже в другом ключе. Поехали! И первый самый свежий аромат, о котором я хочу вам рассказать сегодня, это Оде Кампани от Дома Сислей. Раннее творение Жанна Клода Эвина. Этим летом я занялась серьезно исследованиями именно одеколонов. Мне хотелось посмотреть, что же там в этом наследии, именно одеколонов классических, роша и так далее. И мне кажется, что вот это то, что мне подходит больше всего. Но сегодня не про одеколон, а именно древесность вот этого травного аромата. Нужно знать, что он держится не очень долго. Этот аромат скорее действительно одеколон, а не как заявлен он туалетная вода. Но он настолько классный, что это я ему прощаю. Томатная ботва, базилик, дубовый мох. Но есть ветивер. И почему я выбрала этот аромат началом этой подборки? Потому что это для меня аромат, который меня возвращает в себя. В последнее время я очень много тестирую разных ароматов. И поверьте мне, носу нужен отдых. И почему-то не хочется отдыхать вообще ничего не нося и ничего не нюхая. Вот к этому тянется рука. Ну, рекомендую. Короче говоря, одекомпани как аромат чистоты, как аромат концентрации, отдыха. Компани в переводе с французского это все, что за городом. Деревня и так далее. И вот эта вот компания, она здесь очень хорошо слышна. Что-то даже сеное есть. Здесь зелено-травное, горькое. Конечно, дом Сислий чемпион по горечи. Я это даже написала на фрагрантике. Если хотите, можете почитать. Там одно сообщение про чемпионов. И этот аромат я выделяю из всех одеколонов. И выделяю даже у дома Сислий. От компании. Следующий аромат мужской. Но считаю его очень носибельным даже для женщин. Это Эстедюпун. Такой есть дом аксессуарный. Я его описывала уже где-то. И это пассажир в мужском исполнении. Здесь очень много дерева. Он действительно очень древесный. Я чувствую много дерева. Небольшое количество цитрусов. И что-то ирисовое или фиалковое. Он очень хорошо сидит. Очень ладно так сидит. Такая классика, которая хорошо скроена. Нигде не топорщит. Прекрасный. Такой, мне кажется, каждодневный, элегантный, никому не помешающий аромат. Пассажир от Дюпун. Еще один аромат от дома Джумалон. Тоже, опять-таки, мы остаемся в регистре одеколонов. Но это держится долго. Даже если сравнивать его с от компании Сислий. Этот сидит точно полдня, а то и дольше. И он называется черный кедр и можжевельник. Очень сухой. Очень древесный. Но подслащенный перцем. То есть эта пряность красного перца, она очень хорошо согревает эту композицию. Поэтому ее я бы советовала даже носить и летом, в межсезонье. Мне он кажется совершенно нейтральным по гендеру. Прекрасный. Такой модный и современный аромат. Попробуйте, если вы еще его не знаете. Еще один аромат, который я тоже описывала, это одеколон, который носит мой муж. И который я тоже очень люблю. И мне он заходит, когда очень жарко. Мой муж это носит на каждый день. Аквадепарма и чепрессуи тускана. Вот здесь очень много дерева. Здесь и кипарейс. Хотя начинается он очень интересно. С базиликом, с розмарином. Вот что-то такое очень пряное, травянистое. Постепенно он переходит в другие слои, которые древесные ноты выдают. И сосна, и ветивер, который чуть-чуть заслащивает. Так не дает ему уж быть совсем таким сосновым, колючим. Прекрасный аромат. Скорее, если вы живете в климате среднем, скорее это, конечно же, не зима. Хотя, как одеколон, как запах чистоты, почему нет? Мне нравится. Теперь будет про дом дизайнерский. Это марк Кайн. Немецкая марка одежды. Такое претепарте, очень качественное. Такое не совсем классическое, будучи добротным. Я ношу много одежды этого дома. Поэтому мне нравится качество того, что я ношу. И, в общем-то, поэтому я обратила внимание именно на этот дом. Здесь есть три аромата в линейке. И этот аромат называется Mysteriously Number Three. То есть третий номер, короче, вот этого зеленого чуда. В общем, это лес. Конечно, лес. Здесь нимфы. Древесные, лесные, землистые, сверкающие, зеленые, переодетые в парчу. То есть вот они вышли на какой-то праздник. Прекрасный аромат. Что-то он не напоминает из 90-х или начала нулевых. Но не банальный. Вот сейчас такого я не помню на рынке. По цене он своей достаточно экономичный. Он стоит 42 или 46 евро в нормальной продаже. Но можно купить гораздо дешевле. Потому что это аромат, который не пользуется спросом. То есть это вот то, что можно купить за 20 евро и дешевле. Я купила срок случайно буквально. Проходила мимо и загребла в корзину. Поэтому вот этот аромат, несмотря на то, что возможно не обращают на него внимания, мне кажется, что вот как прозрачный, зеленый, древесный, без особой сладости. Сладость здесь вроде как и есть. Потому что есть ваниль, бобы тонка и даже мускус тут чуть-чуть размыт. Но я как такового мускуса особо не чувствую, если вы боитесь вдруг. Зато елки, иголки, сандал и все такое вот круглое, древесное. Рекомендую. Марка Кайн. Третий номер. Light Blue от Dolce Gavano. Если бы здесь не было дерева, мне кажется, аромат бы не состоялся. Здесь есть мой любимый кедр. Белый. Который звучит мягко, сухо. И он звучит как в голове, так и в хвосте этого аромата. Конечно, здесь секс во флаконе. Вот для меня это такой аромат, который свежий, но сексуальный. То есть он настолько манкий. Если бы можно было действительно заключить его под названием Sex on the Beach. Вот мне кажется, это то самое. Это лето, это берег и так далее. И вот парочки, которые там где-то витают в парах вот этого самого аромата. Я его носила, как только он вышел и потом возвращалась. Вот этот флакон я купила, чтобы повторить в начале лета. И вы знаете, я его не носила летом. Почему-то летом он у меня как-то не пошел. А вот с сентября все больше у меня к нему тянется рука. Я его уже несколько раз буквально вот просто запоями пару дней носила. Он раскрывается по-другому. Не так, как он звучит летом. Все-таки это аромат действительно не зеленый. Он такого же цвета голубого для меня. Но вот этот велюр, вот этот, в нем действительно звучит. И это дерево, это тот самый кедр, несмотря на то, что там яблоко, несмотря на то, что там цитрусы. Но и амбра, и древесность дают ему невероятный флор, невероятную притягательность. Я его обожаю. Я думаю, я не одна. Все еще мы с вами в зеленой истории. И это Анжелик Сулакуи от Жанна-Клода Элина и Фредерика Маля. Этот аромат действительно древесный. Он такой же травный, но трава растет в лесу. Поэтому его очень хорошо слышно, это дерево. Конечно, можно его где-то сравнить с Абхелланды. Он совершенно другой. Но он описывает подножье в лесу. Потому что там есть вот эта Ангелика, дягель которой. Звучит он очень прозрачно. Вот эти капельки так и сверкают на солнышке. Мне он очень нравится. Давно я его ношу как тоже аромат концентрация. Возврат в себя. Кстати, таких у меня в этой коллекции три. Light Blue от компании от Cisley и вот этот. Не так часто я к нему прибегаю. И он у меня уже очень давно. Но он действительно такой, немножко сосредоточен на себе. Несмотря на то, что он достаточно оптимист такой. Светлый аромат. Но чуть с тоской, с минором таким. Как это сочетается в одном аромате, это только Жан-Клод Элина может вам рассказать. В общем, здесь тоже кедр. Это как эмблема вообще всей древесности. Он сушит, он подсушивает всю композицию. А в общем, Angelique Suratui. Еще один зеленый древесный аромат. Еще один аромат, который у меня в рефиле. Это Serge Lutene Silver Mist. Бутиковая линейка. Этот аромат тоже, несмотря на его ирисовость, он тоже древесный. В нем есть можжевельник, в нем есть кедр. Он тоже из серии таких интровертных. Если бы не было дерева, я думаю, что история не состоялась бы так глубоко. Мне этот аромат чудится пудровым, древесным. Немножко так першит. Иногда сверкает. То есть вот он, как на него попадешь. Или как он на тебя попадет. День ото дня он разный. И сейчас совсем недавно он тут зазвучал таким солнцем. Морковность в нем есть. Но древесность, теплая древесность такая, пряная даже, я бы сказала, она меняет всю ситуацию. И вот именно этим он меня привлекает, этот аромат. Ирис Сильвер из бутиковой линейки Serge Lutene. И я плавно перехожу в историю более сладкую. Невозможно не вспомнить, конечно же, Малинаровский тег. И это мужской аромат. И тег, это древесина. Он очень мужской. Очень такой мужественный. Элегантный, мужественный. Глубокий. Он такой шкатулисто-лаковый. И на дне шкатулки еще какое-то дерево есть. То есть там все так замешано. Прекрасно. Вот этот лак. Может быть где-то какая-то алкогольность, знаете, даже. То есть его нет самого по себе алкоголя. Ну, как будто бы бочка, которая пропитана чем-то. И такая вот смесь благородная, пряно-древесная. Очень классная. Я ношу одним шиком в волосах. Сидит очень долго и прекрасно развивается. Шлейфит и так далее. На моем муже сидит целый день. На нем он сидит гораздо слаще. То есть так, немножко по-мужски сладко, знаете. Классно. Классный аромат. Если у вас есть возможность купить новую версию, я с ней не знакома. Но потому что я вижу в ингредиентах, мне кажется, не сильно-то все изменилось. Возможно, они его немножко осовременили. Вот это не считаю плохим каким-то знаком. То есть если аромат звучит более современно, почему нет? Тек от Малинара. Как не вспомнить про Тимбукту от Артизан Парфюмера? Его универсальность, мне кажется, уже очевидной. Это давний аромат, который уже был перекроен. У меня все он еще старой версии. Но перекроен был так, незначительно. И вот этот аромат про Витивер. То есть в нем в базе Витивер. Ну, естественно, там смолы, там какие-то еще много чего. Но вот этот Витивер, он так хорошо поддерживает. И вот эту пряность, может быть, теплую древесность именно он здесь придает. Хотя есть и Мира есть. И знаете, вот эти восточные сухие ароматы, они прекрасно звучат и прекрасно держатся в наших широтах. Поэтому вот этот, если вы еще с ним не знакомы, Тимбукту, обязательно познакомьтесь, если вы любите древесные ароматы. Без феминитета Дюбуа невозможно продолжить рассказ про древесные ароматы. Это женственность древесины. Первый аромат женский, посвященный древесине. Хотя из дерева здесь только кедр. Остальное корица, слива. Знаете, пряный все-таки аромат, достаточно сладкий. Все-таки единая база с другими ароматами лютена. Здесь чувствуется просто, она считывается. Там вот этот кот вбит. Но действительно кедр подсушивает и поддерживает такой сильной рукой легкомысленную историю. Он мягкий, он женственный. Хотя не исключено, что на мужчине он будет звучать интересно. Потому что вот эти восточные истории, они хорошо садятся на мужчину. Слива прекрасно себя ведет на мужской коже. Поэтому, хоть она и женственность древесины, это не значит, что это женственность с большой буквы. Есть у меня еще такой аромат старинный, 88-го года. Это Лавра Биаджорти. И это Рома. Аромат теплый, пряный, восточный, но с деревом в своей базе. Такая вот колонна римская, символичная. Мне нравится, что флакон лаконичный. Ну и запах такой же. Ничего там такого не надумано. Фужер, теплый, пряный, чуть сладковатый. Сандал, амбра, мира. Вот как раз таки придают ему такой округлости и теплоты в базе. Гвоздика, цветок гвоздики в сердце. Ну и цитрусы. Очень яркие цитрусы в самом начале. С одной стороны он сложный, но с другой стороны по восприятию он очень легкий. Шлейф и длительность выше всяких похвал. Прекрасный фужер. Стаж невозможно не вспомнить сару Джессику Паркер. Я считаю этот аромат одной из лучших интерпретаций ветивера. Несмотря на то, что есть чернила. Вы видите, что они не попали в мою подборку. Хотя рука тянулась. Итак, это рассольный ветивер с черным перцем, с шалфеем, с каким-то цитрусом. Из древесности тут и ветивер, и кедр. И звучит это прекрасно. Здесь, конечно, пряность, без сладостей. Очень классно. Очень богато. Шикарно и гениально. Приближаюсь я к концу своего повествования. Это у меня будет Etiquette Blu от дома Orsay. Parfum d'Orsay. Значит, Etiquette Blu. Аромат про миру. Но мира поддержана древесными нотами. И вначале у него много такой цитрусовой атаки. Ну, цитрусы, перемешанность. То есть, бергамот, по-моему, лимон. Мне кажется, даже апельсин есть. Ретровость в нем есть. Мне кажется, в нем ретровость, которая созвучна добротности. То есть, вот эта классика, такая французская, хорошо скроенная. Так вот. Нужно разбавлять аксессуарами, если вам это звучит ретро. Я очень люблю этот аромат, но ношу не так часто. Ближе, наверное, к зиме у меня будет как-то больше желания вот этих глубоких таких аккордов и звучаний. Но этикет Blu остается универсальным, нейтральным ароматом про дерево, про пряности, про сандал и про розовое дерево. Розовое дерево не звучит розой. В нем есть какой-то нюанс. Но может цветочный, как древесина, которая чем-то ароматическим таким натерта. И розовое дерево, конечно, здесь придает такую интересную составляющую. Поэтому, если вдруг попадется, не проходите мимо. Этикет Blu. Последний мой аромат на сегодня, наверное, самый сладкий. Поэтому я, вот, смотрите, от первого самого горького до последнего самого сладкого, но и соленого. Это ревил от Кельвина нашего Кляйна. Этот аромат должен был рассказать что-то такое тоже про секс. Но мне кажется, что они как-то перемудрили здесь с чувствительной историей. Мне его трудно носить. Соль здесь тяжелая соль. Но древесность придает округлости. Усмиряет амбру, которая здесь присутствует в достаточно большом количестве. Из древесной составляющей здесь сандал и ветивер. И этот аромат, он так немножко растекается. Если вы любительница томных ароматов, наверное, ревил вам понравится. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто участвует в жизни этого канала. За то, что вы подписываетесь, за то, что вы лайкаете и комментируете. Мне очень важно это общение. Я, наверное, тот человек, который живет и заряжается вот этим вот общением. Поэтому, пожалуйста, продолжайте писать, продолжайте комментировать. Мне это приятно. Я всегда с удовольствием отвечаю и читаю ваши комментарии. Я надеюсь, у меня получилось осветить заказ, древесную тему. Поэтому, если вы еще не подписаны, подпишитесь, лайкните и продолжайте комментировать. До скорых встреч. Будьте здоровы. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok